Всех приветствую, дорогие зрители, вы смотрите канал Мастер Плей, зовут меня Антон. Почему лайфхаки? Почему не советы? Это ведь адекватный синоним. Но, сами понимаете, ролик с названием лайфхаки наберет гораздо больше просмотров, а суть видео вообще не поменяется. Кстати, лайфхаки я искал не один, а с моим другом Лучадором. Вместе мы их искали и вместе делали по такому ролику на наши каналы. Если хотите узнать реально годные лайфхаки для пульса, эха, дока, а также советы на картах, которые вас удивят, то вам по ссылке в описании. Ну и последнее объявление перед началом, это показ сайта gapestore.ru. Надежный сайт, давно известный всем. На нем игр огромная туча, и как несложно догадаться, с постоянными скидками. Та же GTA 5, PUBG, Far Cry 5, Dishonored 2 и не только, тут со скидкой в 50% и выше. Есть не только старенькая, а и новенькая. Как насчет Borderlands 3 по цене ниже стимовской. FIFA 20 по цене ниже Ориджина, и даже предзаказы имеются. Не хотите ли Cyberpunk или новый Doom со скидкой еще до выхода? Это возможно только на gapestore.ru. А если вы пенек и не знаете во что поиграть, то на сайте есть раздел рекомендаций и разные подборки, где каждый сможет найти себе игру по душе. Ссылка на gapestore.ru будет в описании. Лайфхаки сегодня по большей части будут для новичков, но может и опытные игроки для себя что-то подчеркнут. Первый лайфхак у нас с люком. Что делать, если люк наэлектризован каидом, а уничтожить девайс для пробития люка невозможно? Ну допустим Тэтчера нету, или Твич. Просто поставьте рядом с люком заряд и все. Люк будет уничтожен, а каид будет просто бесполезен. На картах, где есть кусты, советую прятать дронов туда, их невозможно обнаружить. А пометка будет работать через кусты. К примеру, погибший тиммейт может спокойно помечать всю точку, передавая точное местонахождение врагов, а они в свою очередь дрона найти не смогут. Есть еще лайфхак с растительностью, точнее ловушка. Наверняка вы уже про нее знаете, но все же. Можно поставить капкан Фрост, желательно не элитный, на карте консульства и не только, в кусты, а рядом поставить пуленепробиваемую камеру, как приманку. Ведь все мы знаем, что эта камера ломается с приклада. Этот факт приманит врагов прямо в ловушку, и данная ловушка работает очень часто. Говоря про скрытность, хотелось бы показать вам пару очень хитрых мест, в которых за темного персонажа... Нет, не закасла, я провиджила. Можно спрятаться так, что вас можно будет обнаружить далеко не с первого взгляда. Мест таких, как правило, много, но я выбрал самые работающие на геймплее. Шале. И граница. Скрытность – это безопасность, но безопасность бывает не только в скрытых местах. Как безопасно преодолеть дверь с лазерным капканом? Ломайте баррикаду как можно выше, а далее нажимаем пробел и перелазим баррикаду с разбегу. Тем самым, если капкан установлен снизу, то он не сработает. Играя за тачанку, если у вас сломали щит, то как спасти свою голову от шквала пуль? Как правило, перед тачанкой всегда стоит щит, и если, сидя на тачанке, посмотреть максимально вверх, то по вам на любой дистанции, если враг перпендикулярно щиту, невозможно будет попасть. Играя за шакала, вы наверняка замечали, что следы постоянно разного цвета. Немногие знают, что этот цвет означает время следа. Допустим, если след красный, то враг был здесь меньше 20 секунд назад. Если цвет желтый, то враг был здесь не больше 50 секунд назад. Если следы голубые, то врага не было здесь чуть больше минуты. Ну а сами следы пропадают через 75 секунд после появления. Часто бывает, если противники взяли касла, то скорее всего, чтобы закрыть окна. На карте банк, и не только, вообще на многих картах окна расположены близко друг к другу. Играя за хибану, вы можете одним выстрелом зарядов уничтожить сразу две баррикады касла, экономив время, ваши заряды и заряды тиммейтов. За виджила, вы наверняка, когда спрятались в укрытие, то включаете способность, чтобы вас не заметил дрон. Но я советую не держать способность все время включенной. Я советую включать и выключать ее до тех пор, пока вам не дадут очки за скрытность от дронов. После этого способность логично уже не нужно отключать. Теперь вы будете спрятаны от дрона дольше, чем включили бы способность до его приезда. Подобное можно проворачивать и с ног, но с ней чуть меньше эффективнее, так как вы заранее знаете все камеры. Но если вы не в курсе, наблюдает за вами кто-то или нет, то можно также для проверки включать и выключать способность. Устанавливая заряды фьюза или бричина окна, советую сначала сломать стеклянное окно, чтобы если вы хотите взорвать заряд не сразу, то его не быстро уничтожили. Ведь уничтожение стеклянного окна с легкостью снесет ваш девайс. А если окна этого не будет, врагу придется полностью уничтожить деревянную баррикаду или точным выстрелом попасть в сам заряд. Также касательно установки, если хотите установить заряды на люки, то ставьте всегда их в угол, дабы избежать прострелов от врагов, которые вас услышали. Играя за егеря, мало кто догадывается в каких-либо местах рядом с СОГ сделать небольшую брешь, чтобы девайс покрывал большую территорию, чем доступно изначально. Камеру Валькирии я советую кидать в сильно освещенные места, к примеру, на включенную фару машины в гараже. Как мы видим, в выключенном состоянии ее почти не видно. А во включенном видно гораздо, гораздо слабее, чем если бы мы поставили ее в слабо освещенное место. Сейчас на экране вы видите, как Саня переключается между камерами. Я уверен, у вас создается ощущение, будто он просто выключает и включает одну камеру, не включая вторую, хотя на деле, как я уже сказал, он просто переключается с одной на вторую. Из банального могу сказать про старую фишку, что на самолете и не только можно поставить окно миры так, чтобы просматривать сразу два прохода. Последним расскажу вам про миф. Тепловизор тратится от какого-либо движения, поэтому, перемещаясь обычным шагом, вы преодолеете большую дистанцию перед выключением тепловизора, нежели медленным шагом или в присядку. Можно, конечно, передвигаться крошечными шагами и сохранять полную работоспособность тепловизора, но это крайне неэффективно на геймплее. Что же, напоминаю, на канале Лучадора тоже есть лайфхаки, которые мы искали вместе, и у него в видосе они не хуже тех, что были в этом. Ссылка, напомню, есть в описании. Ну а если вам понравился видос, если вы нашли для себя что-то полезное и интересное, то очень прошу вас поставить лайк, так я пойму, что вы хотите продолжения. Все зависит от ваших лайков и комментариев. Ну а чтобы ничего не пропустить, можете и подписаться до кучи. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok